привет друзья на связи антиквар продолжаем прохождение кампании варкрафта во вселенной героев меча и магии 3 представляя вашему вниманию третью часть прохождения финальной миссии голос повелителя для тех кто пропустил начало переходите по ссылке в правом верхнем углу экрана тем более что в первых двух сериях по данной миссии есть на что взглянуть получились они прелюбопытными но на старте этой серии передо мной стоит достаточно серьезная дилемма формулируется она следующим образом мы можем пойти и пробить вот этот гарнизон некромантов посмотреть что на севере откуда к нам прибегал зеленый некромант либо можно пойти на восток пробить здесь костяных драконов и проверить если у меня доступ к замкам некромантов конечно я подозреваю что такого доступа нет и все замки отгорожены от нас вот такими пурпурными пограничными воротами ну или пограничными воротами другого цвета мне об этом писали в сообщении что мол каждый замок некроманта отделен магическим барьером но не проверить это я тоже не могу то есть нужно на восток все-таки пробежаться вот так вот я рассуждаю но насколько я прав покажет только дальнейшая игра давайте мы прежде всего волонфортом отходим у него здесь все просто быстро он продолжает собирать ресурсы которые здесь на карте кстати вот этих 10 гремлинов нужно удалить вообще гремлинов я больше собирать не буду почему зачем некромантом который потенциально убьет волонфорта копить скелетов до в своей армии которые потом восстанут вообще бы поменять гремлинов на горгулей было бы конечно идеально но чего нет пока того нет нанимальников горгулей я не видел хорошо фалрик что делает фалрик берет всю свою армию которую накопил и двигается поближе к остальным героям но в общем то главное что он должен сейчас сделать это передать 50 крестьян как тебя зовут марвину который уже повезет и сдаст их вот в эту хижину да точнее откроет проходку вот этому вот не хижине даже к сараю это нам поможет быстрее осваивать все лесопилки ну и прочие замечательные объекты в частности сдать вот сюда квест ну и так далее на все на это нужны крестьяне так хорошо и теперь артас у нас забегает во флаг единства мы тут не были дополнительные удачи немножко очков передвижения не помешают ну и давайте как говорится обменяемся я оставлю одного королевского грифона марвину так у него будет по крайней мере побольше очков передвижения и передам несколько артефактов правда артефакты достанутся именно что фалрику и еще я тут на досуге поразмыслил нужно отдать баллисту знаете почему потому что смотрите у меня есть такого войны у артаса и вполне возможной ситуации когда у вражеских героев будет какая-то ударная магия они мне начнут убивать войска делать это достаточно интенсивно и мне придется ну скажем так ждать пока у них мана закончится потом всех воскрешать и только после этого продолжать игру а баллиста в такой ситуации мне будет мешать тем что она будет вырезать вражеские войска я не смогу оставить один стек и спокойно ждать пока герой сольет всю ману баллиста в этом плане поскольку она мне не подконтрольно у меня нет баллистики она артас может помешать поэтому я ее и отдаю так ну что марвин успевает добежать до гарнизона ну а артас едет на восток давайте мы посмотрим сколько там костяных драконов перегораживает нам дорогу 5099 а на практике это сколько 70 ну что друзья если бы мы сейчас сделали это онлайн я бы предложил заключить пари на тему того что я помните как была передача я отгадаю эту мелодию с 5 но то я стрел вот я пробью вот эту охрану с 5 единичек маны полагаю что мне вполне достаточно будет использовать одно массовое замедление и на этом бой закончится наши стрелки сделают все остальное хотя не уверен что тут стал со мной спорить думаю что в этом вопросе мне бы могли поверить на слово так 12 костяных драконов это сколько 1800 жизней да у нас в общем с запасом хватает урона чтобы этот стек сразу же рассыпался дополнительный выстрел арбалет в общем мечта они развития событий так здесь я думаю грифонов просто можно назад отвести но опять всеми выйдет просто разбираем выживших приятно все таки биться с врагами у которых нет морали и которые в этой связи не могут получить второй ход до дополнительный и доставить тебе какие-то неприятные переживания на этот счет так замечательно здесь мы пробились продолжаем двигаться деньги думаю надо собирать здесь фиолетовый рыщет так а вот кстати фиолетовый и у меня есть выбор я могу его встретить на проклятой земле нет это у нас вот здесь да да здесь вот проклятая земля но у него призрачные драконы то есть у него первый ход а если я его встречаю на проклятой земле да он сам не сможет ничего кастовать мощного но при этом я не смогу воскресить тех юнитов которые их положат костяные драконы от меня не устраивает давайте наверное в этой связи я куда-то вот сюда встану и по крайней мере сохраню возможность колдовать так не замен не забываем переодеваться мне кстати в комментариях писали почему у меня почему у меня пустует вот этот слот в ночном комплекте все дело в том что варианта у меня два либо постоянно разбирать эликсир жизни и ставить сюда одно из колец что мне в общем то просто лень делать в конце каждого дня хотя конечно может это и неправильный подход мне правда лень вот либо можно забрать кольцо 11 к атаке и защите у фалрика и ставить его в ночной комплект но мне просто хочется 11 оставить именно фаллику ему это может быть более полезно поэтому вот этот слот и пустую ну что давайте смотреть что будут делать наши оппоненты они украдут у нас сундуки и навалятся на нас никто квинт вот такой вот армии но если у нее нет магии то это прям легчайшая история это конечно важно сколько маной какая именно магия наличит у это героя сейчас посмотрим так нам нужно я думаю выдвинуться вперед для чего ну во первых для того чтобы оградить наши боевые машины до от ударов неприятеля чтобы никому в голову не приходили всякие глупости там чтобы сломать уничтожить вот но это в общем то основное для чего я это делаю ну и не кучку я их опять же даже не столько отличий здесь всего четыре штуки а от какого-нибудь кольца льда метеоритного дождя мало ли что там у квинта в книге обратите внимание на то что у него не так много мана 158 но при этом 47 силам магии благо он от нас не может убежать а кого войны не дадут ему это сделать вот это я сейчас что-то не оценил вот эту историю до волна смерти на 457 урона ничего себе слушайте а мне кажется что-то многовато урона или нет или нормально так она и должна бить 47 спелл пауэр но предположим ладно в любом случае ударил так ударил мне наверно надо его замедлить чтобы было с ним комфортнее работать грифона я отдам все равно он не жилет здесь можно кстати и мечников отдавать все равно волной смерти он их сбреет следующий ход так здесь бейт и здесь нужно арбалетами до кого-то убивать не у нас есть еще алибарды которые второй ход получили ну наверно вампиров здесь наверное так ну что ждем новых ударов выстрелов по нам так и там и там вторая скорость до что у зомби что у скелетов воинов давать наверно зомби убьем так ну и здесь алибарчиков просто убираем назад до снова волна смерти он является экспертом магии земли ну или на продвинутом уровне это делает да поскольку именно 8 маны стоит так в оригинале ну изначально волна смерти стоит десятку занятная история ну чё нам остается мы просто терпим когда у него кончится вся мана после этого уже будем заниматься воскрешениями здесь без вариантов оставляем ему один степ скелетов ну и начинаем от него бегать я понимаю что удовольствие то еще но что поделаешь дайман это у него еще вагон вагон и вагон будем терпеть будем ждать зато может там киньте артефакты есть мы с него снимем правда если честно что-то это не очень верю победим это же не вопрос веры да можно просто дождаться и посмотреть у него еще десять волн смерти в наличии осталось здесь в общем по прикидкам так вот если подумать сколько мне мама нужно будет чтобы всех вернуть к жизни но у меня все будут по идее воскрешаться с первого раза кроме алибо но все равно половину тумана я здесь солью или около того ну а тут видимо кроме волны смерти ты нет ничего ну или просто его заклинил и он ничего другого больше не хочет использовать тоже в общем то такое возможно вполне себе но с другой стороны если бы у него было воскрешение к примеру до поднятия мертвых то он вполне мог поднять тех же призрачных драконов почему нет понял понял принял наванговал я да занят на службе это он в засаде сидел хотел оставить поменьше али барчиков чтобы это провернуть но как тебе вот это с удачей так ладно в любом случае у него остается или одна да вот волна смерти ну или что-то еще мог сделать поднимать мертвых он уже не мог это 12 на продвинутой или экспертной земле но все мы можем теперь воскрешать наши войска мы так сказать дотерпели справились убедились что оппонента есть еще и другие заклинания да тоже в общем то полезно это точно знать они предполагать поэтому 139 по моему так и было у меня если я ничего не путаю чем мы проверим да тут так и было продолжаем искрешать другие войска у нас кто еще монахи грифоны и алибард до до конца надо подтянуть а где а еще у нас крестоносца стоп монахи грифоны так с них давайте и начнем а то я чуть было их не забыл долго так спокойно секундочку у нас же вроде как было побольше народу да чуть не забыл но благо вспомнил вовремя страшное не произошло это был бы конечно знатный косяк так забыть о такой значительной части своей армии забыть и воскресить как говорится это был бы номер так ну что монахи поднимаем до конца али барчиков и все и заканчиваем всю эту трогательную историю да но и моменты какой что вроде как вы армия да не сильно и но не то что не сильно и небольшая у нашего оппонента на сколько времени мы потратили чтобы его убить и сколько манам и слили на то чтобы его убить 355 мне кажется так и было но давайте мы на всякий случай еще раз проверим да все всех мы подняли можно заканчивать ну то есть в итоге мы ничего не теряем у нас и палаткой под воду быть с боеприпасами выжила все войска в строю ну маны мы слили очень порядочно щит гномер богов и сфера илистого озера вот в чем дело занятно но только проблема то в том что у меня а как но как здрасте еще и керт подъехал тоже с призрачными драконами 223 маны занятно но только у меня ударных заклинаний магии земли нет поэтому для меня это просто музейный экспонат не более данный артефакт так ладно ну-ка меняем мы наш снаряжение ну и на керта нападаем хочу делать славная победа изумительно просто изумительно здесь маны еще меньше 94 так ну в любом случае мне нужно как-то разойтись до скажем как то вот так вот нормально массовое замедление ничего нового но вопрос к этом другая магия вопросу тот же до вопросы все те же ответы могут быть разными как ну ладно давайте мы тут всех аккуратненько вырезать надо наверно бить слушать наверное надо бить вот сюда стрелять здесь вампира у у работать но этот паренек у нас никуда банально не доходит до так ну смотрим чем нас порадует некромант воскрешением у нас порадует может быть кстати и неплохой вариант если вы вспомнить что могло бы быть что нибудь ударная не знаю массовое которое бы тут по всем била вроде как бы не самое приятное но и далеко не самое опасное так тебя мы мил человек наверное уберем арбалетом продолжает стрелять интересно интересное кино так ладно минут дракон 77 маны на труп говорите нужно наступить знаю я о том что можно на трупы наступать как мне просто несколько комментариев написали просто после прошлой серии знаю да что если на труп встать то воскресить его нельзя но в любом случае спасибо что делитесь какими-то моментами если думаете что я бы просмотрел что-то действительно иногда бывают вещи о которых не знал так ну что вы выходите не очень далеко хотя слушайте здесь грифон разберется нет грифон ты не разобрался нужно заметить то ты отлетаешь личи здесь оставляем в замечательной компании наших чемпионов у тобой нужно отойти так хочу на дракон никем не стал елки-палки все откладывал до последнего а ну ты не хочешь да ну вот вампиров поднимет тогда понимаю понимаю вампиры еще и со скоростью ну в плане то чтобы они со скоростью просто просто они не замедленные да поскольку он их воскресил то они стали без заклинаний без каких бы то ни было так здесь у нас скелетика ну давайте его надо как таким здесь вводить подманивать разманивать ну как-то так что ли кого будешь теперь поднимать воскрешать или вообще чё будешь делать личи ну давайте-ка мы полечимся что-то я устал ходить в конце получше будет повеселее в общем бы опять не сказать чтобы супер увлекательный можно делать ничего не попишешь том числе и такие бои приходится проводить причем я чуть подозреваешь таких боев будет достаточно много так то будет уже разойдемся и здесь что массовое замедление отлично грифону побежал так а у нас убили кого у нас убили несколько алибард и несколько арбалетов правильно все остальные вроде как пока в строю давайте-ка попробуем не ждать пока он мало всю сольет может уйти из каких-нибудь вампиров пусть они врезаются в арбалетчиков если он именно их будет поднимать давайте проверим чем будет делать это он личи поднимает на самом деле ничего не меняет лишь бы он на стрелять кого надо хотя все ему наверно не надо ни в кого стрелять вот да сейчас мы воскрешаем арбалетов и все правильно же чуть тянуть то если он не наносит урон по разным отрядам зачем пытаться цвить ману до конца вражескую ну туда получилось побыстрее повеселее но керт как-то не баловала с разнообразием тактических тактик магических решений поэтому все было неплохо так нельзя было по нему уничтожение нечисти делать ну и плюс духу ныне у него был слушайте у каждого некроманта которого мы убиваем если я правильно помню при прежней серии у нас есть еще один дух уныния а еще один брелок смерти у них как набора выдавали знаете стандартная амуниция солдат вот здесь вот стандартная амуниция вражеских героев занят на занят на так ну ладно что у нас разведка давайте смотреть что тут как тут а вот они одни пурпурные пограничные ворота здесь не пройти отсюда керты выбежу горгуль и атакуют здрасте приехали сейчас еще нагонят их здесь небывалое количество ну да смотрите от сколько получается у нас две 150 не кисло из них 350 улучшенных сморить 351 стека здесь будет 6 стеков по 300 занятно занятно так ну в общем тоже здесь все несложно по идее если не будет каких-то глупостей с их стороны то стоять то мы обойдемся использованием одного замедления что меня устроит при таком не слишком большом количестве мана до который осталось после прошлой пробивки после первого героя до керта там мы много не потеряли а вот с первым не помню как мы его за как его звали потеряно было немало напрямую стрелу подлетел молодец ничего не скажешь ничего расстрел тут наверно 165 горгули уже будет наш али барчик убивать сколько здесь у них 1650 где-то 2 200 2 300 правильно грубо если считать ну да тут запасы хватает поэтому просто его вырезаем ты под прямой стрелой молодец здесь как-то так можно наверно грифоном отманить в другую сторону чем выйдем все всеми молодцы горгульки полетели куда ему было приказано в общем такое послушание можно только приветствовать так главное не накосячить в такой ситуации самое главное чтобы рука не дрогнула не случился мисклик и тогда все будет хорошо нравится мне что они как привязаны тут за грифонами разбуливают для нас от конечно хорошая история так вот 217 это уже нет не буду я атаковать это уже вот как раз то количество которое могу я и не убить да и какие-то потери там случаться ненужные так вообще четко палатки они к моей жмутся тоже мне это не нравится история сейчас попробуем может на чемпиона кто-то позарится отлично все хорошо все прям делают как и было задумано в общем такими засадами артаса определенно не проймешь с ними он справляется на раз 34 тысячи опытом неплохо неплохо о навык защиты еще к нам упал с небес просто на землю так я думаю что-то у нас не то в нашей модификации а забыл я до поставить подвеску на скорость в общем то она мне больше нравится в данной ситуации нежели ожерелье и зубов дракона так ладно продолжаем двигаться опа а вот кстати проход на территорию фиолетового правда какой-то он безумный могу я сюда лезть ну наверное он стоит скалистая земля он стоит на скалистой земле насколько я понимаю то есть теории лезть то я туда могу воскрешаться там можно но проблема в том что мана у меня не очень много ну я должен наверное это делать с другой стороны да бой будет не самый легкий не самый приятный ну зато уже зачистить от гарнизоны голова болеть не будет опять таки какой-то контроль карты под появится до сначала давайте мы вампиров вот этих разберем за рудник не ну и без потери то сделаем без потери я думаю без замедления прям вот прям вот так смело в бой пойдем и наведем здесь порядок порядок ну в принципе нет тоже проблем да получается так получается что я очень спокойно здесь всех разбираю да так и есть никаких проблем ману не потратили в нашей ситуации это в общем то неплохо как вот в таких ситуациях когда-то сливаешь забой да там 200 плюс маны вспоминается колодец волшебник который можно было взять в качестве бонусного артефакта ничего не скажешь да и поэтому но с другой стороны будем справляться без него че уже его вспоминать если мы выбрали эликсир в общем то я об этом и не жалею несколько лазурных драконов то есть как бы нам предлагают или иди пробивай гарнизон или пробей несколько лазурных но проблема лазурных в том что они то как раз на проклятой земле стоят и тут воскресить я вообще никого не смогу пусть я немного солдат там потеряю но кого-то потеряю обязательно иллюзий на этот счет у меня нет так стоп 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 чуть не убежал а крестьян передать вот так передаем крестьян забираем артефакты сапоги тоже заберу просто если я оставлю их у марвина но у первый некромант который его догонит его кто-то все равно догонит я думаю он на себя заберет но делиться с врагами этими сапожками в мои планы не входят да так же хотел баллисты еще давайте у него заберем вот теперь все так еще меня кстати спрашивали что в книгах у марвина и у волон форта это у нас кто это у нас марвин да есть контрудар в частности передавайте у волон форта посмотрим но у него в общем то тот же примерно набор так молитва так нормально фалриком мы теперь едем да что такое то передал крестьян называется вот сейчас вы наверное меня там костерили и в хвост и в грилл так все до 50 отлично так побежал ты побежал сюда к сожалению этим днем мы да не успеваем мы сарай себе взять ну и достаточно много не хватает мукпоинтов то есть у нас по диагонали шаг на земле без штрафов стоит 150 без дороги да где правильно же я понимаю а тут еще штраф на снегу 50 процентов 1 и 5 225 получается 450 мукпоинтов вот в этом движении да тут конечно не хватило кажется что близко ребята стоят на самом деле не так чтобы это все было рядом здесь наверное вернемся на водяную мельницу деньги нам очень нужны на следующий день мы как раз первый день недели мы соберем ну и давайте префектуру поставим я думаю пять дней то я должен удерживать этот город чтобы отбилось а то и побольше уже прибыль с этого получить действия думаю нормально должно себя оправдать так ну и все да ребятки эти стоят сапожки одеты перчатки одеты я прям в этом плане в начале этой серии себя радую не забываю все нормально неделя муравьеда никто не приплодился непонятный за это уже спасибо давайте так скроем окрестности осмотрим никого не видать ну и ладно поехали сразу же заберем снайперов чтобы не забыть так здесь ставим артефакты забираем кристаллы 176 ман ну что давайте гарнизон сломаем мне кажется это нужно делать вообще непростой бой вот вообще будет бой непростой ну как опять таки понятно без героя просто нейтралы но и мы видим тут стоят да у гарнизона уже дальше то есть мы похоже это просто приманка что сюда можно пройти и что-то найти интересного у чувака спина и попа обильно горят интересно очень интересно не зря ли я сюда полез вот в чем вопрос первый ход у нас давайте подумаем первый ход у нас я кидаю массовое замедление мне вот этих ребят всех нужно оставить здесь мне нужно убить личий то есть грубо говоря раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять мне нужно убить личий да так скажем я туда сразу же отдаю моих грифонов и чемпионов ну понятно что они много не продержится но мне надо вот эту всю всю компанию оставлять на месте ну и отдаю своих али барчиков туда же потом буду воскрешать но получается так ничего другого я не придумаю просто 300 личи это серьезно это очень серьезно ну а первого хода мне в любом случае нужно кидать замедление иначе драконы и горгульи полетят ну сами понимаете куда они полетят так али барчиком наверно мы сверху сразу закроемся так ну просто тебя подведем а здесь что будем врезаться можно врезаться в драконов смотреть сколько я выбиваю там две шестьсот в среднем да то есть изрядное количество в общем то я подрежу таким образом наверное до 16 штук отлично дизмораль и грифон живет вы посмотрите ну понятно что три чемпиона сразу же сложились сто восемьдесят надо дать наверное щит грифона вообще вот сюда убрать так шестьдесят восемь ну мечник с мечником чё делаем наверное нужно отбегать я не знаю или куда-то впилиться им чтобы потом алибард да и без ответа да туда же пробить али барчиков не так много к сожалению ну ладно давайте давай ой мораль заходит немножко проведим вот этот стать костей 150 здесь я вынужден воскрешаться 285 и кого-то надо начинать вырубать ну допустим вот этого вот скелета который выдвинулся и явно с не самыми добрыми намерениями движется в нашу сторону здесь наверно грифон его просто отдадим да чтобы выиграть время банально отлично лича мы убили лича убили 219 мораль к есть хорошо наверное так арбалетом наверное так здесь можно еще и кожу дать 4 маны а я тут мало вообще солью чуть ли не в ноль получается и встать вообще в защиту ну пусть пытаются там пробить моих арбалетов ну понятно что кого-то они будут пробивать это ясно но в целом все неплохо 263 ну и вот этих ребят надо расстреливать естественно так слушайте а может быть а зачем мне тут уже стоять и впитывать урон личи мы убили сколько кстати арбалеты по 183 скелета воина до забирали снайперы снайперы так фанатики 135 то есть снайперы с фанатиками их убивают с другой стороны прямая стрела у фанатиков вот сюда идет да давайте наверное как лучше давайте пусть там арбалетчики сами свои вопросы решают здесь нам нужно с драконом разобраться прежде всего ну и тут туда принимать придется урон понятное дело одна горгулька не долетает это хорошо просто нам нужно их с одной стороны держать на расстоянии с другой стороны нам нужно их подвести поближе чтобы можно было расстреливать правильно же правильно так можно начинать воскрешаться или не торопиться ну а чего не торопиться все равно это нужно будет делать так где наша ой 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 это называется ошибочка вышла это называется ошибочка вышла да так ладно поторопился маны 115 маны нету фактически ладно будем считать это тактическим ходом что вот эти два отряда убрать поглубже а этот чтобы летел вперед да слушайте летел вперед его бить надо да и все тут миндальничать с ним горгули нам надо убирать а со скелетами потом уже аккуратно дорабатывать так тем более тут нам есть кем поразводить все это дело о как ничего себе хитролан какой не хочет прямую стрелу посмотреть на него на этого горгула горит хочешь не хочешь нам ты чё как так здесь как-то тоже выйдет я вот и прямая стрела до подъехала одно нас тележка нам с другой стороны прямая стрела боеприпасы экономить не приходится и вот тут теперь можно уже конечно воскрешаться зла не хватает так раз два три и четыре четыре воскрешения нам еще надо кидать мы оставимся реально практически без маны жестко 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 ну да ладно а что делать сейчас вот эту вот горгулину уже у работаем так арбалеты сколько нормально там арбалеты вносят да еще и с удачей конечно им хватит урона здесь по идее нам горгуль эту надо отманить назад по-хорошему да вопрос куда она пойдет если я отсюда встану ладно сейчас проверим не назад пошел скелет это наверное тоже неплохо слушать и почему бы и нет почему бы и нет так здесь уже можем чемпионов поднять хорошо хорошо остались только скелеты войны ну и то есть мы можем уже спокойно воскреситься правильно тут был 300 а 2 нужно даже два воскрешения волейбарчиков да совсем не хорошо совсем получается так себе история обалдеть ману слил остается грубо говоря на два воскрешения ну что шпагет два воскрешения это тоже неплохо шестьдесят две тысячи девятьсот опыта всего-то нормально потянет ну и вот мы видим гарнизон ну в общем я думаю можно разворачиваться и бежать назад что-то мне подсказывает что дальше будет все то же самое что везде везде города закрыты гарнизонами кстати мне тут писали комментарии занятные я сейчас к чему это вспомнил еще расскажу ну во первых если города врагов закрыты наглуху гарнизонами то сообщение помните насчет сапогов левитации то есть возможность ходить по воде нам пригодится но может она и пригодится где-то перебежать с берега на берег я не знаю вот отсюда вот сюда допустим ну предположим тут тоже где-то что-то перекрыто и мы попадем к вражескому городу и возьмем там какую-то палатку ключника пурпурную спрятанную которая позволит нам проходить может что-то такое тут реализовано для этого нужны водные элементали и мне писали про запруды да в сообщении вывели что их можно поймать в запрудах но может имеется ввиду вот такие вот штуки тоже мне в комментариях подсказывали что накладной рельеф на воду ну это пока все теория мы до сих пор не знаем где взять лодку поэтому мы знаем да что вот правиться у линвуду нужно 15 элементарий воды тогда он сделает ну причем там как-то хитрый же было да вроде там как-то было написано что я сделаю как называется артефакт сферу воды и она поможет вам что-то ходить по воде ну в общем что-то там было накручено ладно в общем я разворачиваюсь мана у меня нет разведка ну наверное ее можно признать в достаточной мере успешной давайте сразу же я поставлю наши ночные комплекты в достаточной мере ее можно признать успешной мы видим что да действительно все перекрыто конечно если я потом узнаю что там стоит одинокий город который не прикрыт вот таким заслоном и я для него просто не добежал мне будет очень обидно но я что-то в это не верю откровенно скажу вам поэтому мы возвращаемся домой тем более что нам есть чем заняться дома ну во первых нам надо ману пополнить какие варианты день переночевать первый вариант посетить колодец где-то вот здесь у нас был на карте приключений а ну вот еще колодец есть рядом с городом да пробить вот этот вот гарнизон да ну в общем дел хватает давайте мы забирать тысячу денег и бежать вот сюда марвин крестьян забирает и лесопилку соответственно во первую себе берем под контроль тут тоже марвина есть пока чем заняться что я хотел сделать в родном нашем городе я хотел улучшить монастырь зачем мне это нужно ну хотя бы за тем что пробивать вот этот гарнизон мне кажется не помешает побольше улучшенных монахов а тут у фалрика 16 штук сейчас еще вот здесь во внешнем монастыре наберем некоторое количество но враги пока не видны да то есть фиолетовый не проявился ну он так-то слил пару армий не сказать что очень больших но и не сказать что совсем уж незначительно так ладно изумительно замечательно прекрасно денег нафармили так-то немало 18000 когда у тебя такое количество денег то сразу начинаешь задумываться по поводу вот может быть провидец зоя ну он что-то мутное писал я вообще не уверен что сюда нужно отправлять артаса может отправить кое-нибудь второстепенного героя там лучше что-то будешь воспринимать получаемые опыты знания как-то там такая формулировка тоже была странная может там опыта просто здесь нам нальют да а плохо что не подписывают наверное да что именно ты за это получишь ну вот такие обтекаемые формулировки то есть тебе сложно ну как-то принимать адекватные правильные решения касательно игры ну ладно жаловаться можно долго долго много и упорно не будем это делать не будем злоупотреблять такими штуками так мечники нам нужно сейчас съездить там арбалетов нужно будет взять мечники крестьяне и али бар чеки как раз нам три слота да под это делал давайте наверно грифонов оставим вот так поедем это я к тому что зеленый то может прибежать в любой момент выскочить внезапно любовь нечаянно нагрянет когда ее совсем не ждешь да вот так выскочит зеленый некромант и попытается нас полюбить не то чтобы я был против но фалрик может просто не сдюжить таких братских объятий так здесь флаг единства ну что куда едем я думаю надо этот гарнизон пробить тоже опять таки чтобы он мне не мешался план короче такой да мне кажется так мне кажется нормальная история так мы комплект не меняли в сапогах в перчатках хорошо и и деньги да у нас есть надо начинать скупаться потихоньку а куда мы их бережем давайте улучшим казарма еще тоже будет не лишним все ресурсы мы ни на что больше не заливаем у нас все войска улучшены гильдиумаков мы пока не строим кто нам нужен нам нужны арбалеты нам нужны монахи ну давайте немножко возьмем чемпионов чемпионов как-то так да еще немножко алибард да в принципе нормально деньги слили практически в ноги 10 монеток можно пренебречь такими значениями он фиолетовый там вылез это чё такое этой ночью наши постройки подверглись воздушной атаке следует восстановить разрушенное и уделить больше внимания противовоздушной обороне систему ПВО надо ставить или чего в смысле противовоздушной обороне минус 15 дерево минус 15 руды и минус все золото то есть 5000 нам прирастает сейчас мы это проверим и десяточка монет у нас была да то есть если бы я сейчас не скупил у меня бы все украли что ли занятно да ровно 5000 нам идет ровно 5000 в день так здесь взяли третий день на дворе сидеть здесь ждать пока крестьяне прирастут ну я даже и не знаю может его как раз поставить вот сюда на водяную мельницу пока а волонфорта не не так даже слушайте он сейчас отсюда выбежит хотя нет тут снег тут же есть просто еще одна у нас вот один закуток наверно пусть волонфорт его сразу и заберет пока он рядом закуток вкусный много всего хорошего лежит так здесь мы скупились берем крестьян вопрос что с крестьянами делать копить их вот сюда 150 штук или отвезти забрать себе еще лесопилку тоже вопрос на который прям сходу у меня ответа нет так здесь наверное мы доезжаем улучшить есть на что правильно вот тут наверное да не хватит нам на улучшение ну и ладно будем все равно деньги тратить получается нужно нам их тратить так здесь по-хорошему по-хорошему нужно прям все войска брать артусу давать и ехать пробивать гарнизон потом оставлять что-то фалрику ну и дальше думать то есть у фалрика войск это должно быть иначе ему тут а чё ему тут ловить да по большому счету на чем могут у него возникнуть проблемы но пока мы забираем тех что есть 19 чемпионов так-то тоже немало вот их надо фалрику слушайте вообще фалрику надо оставить мне кажется артус у нас мощный парень он за счет магии много может наделать и своих характеристик забрать алибард то есть большой стек ударный стрелков и в принципе можно ехать мне кажется может быть грифонов а мечников и чемпионов и какое-то количество стрелков оставить фалрику тем более популяцию тут наберет еще с нее ну это скажем так размышления на берегу да то есть надо подумать еще на этот счет так что добегает у нас арта сразу же сейчас мы еще в колодец им заедем так так есть 430 стоп 410 маны нормальный 410 маны это хорошо ну что еще один эпичный бой хотя слушайте еще один эпичный бой нужно ли мне там такое большое войско проклятая земля восстановить никого не могу восстановить никого не могу у меня есть одна идея но она скажем так не то чтобы безумная но она неоднозначная можно проверить всегда есть автосейф если что я конечно вы знаете стараюсь не пользоваться но он всегда остается да как последняя мира зеленый некромант но фиолетовый там у себя развлекается за пограничными воротами да вот здесь был фиолетовый а вот вот здесь был фиолетовый алкор но не очень страшно выглядит пока алкора зеленый где вот зеленый керт теперь керт зеленый он же был фиолетовым все смешалось в доме обломских да ладно не так чтобы это было прям нашей проблемой опа вот за это спасибо вот за это от души хоть бегать будет побыстрее так ну ладно давайте вернемся к нашим баранам к нашим героям я хотел сказать естественно ну что будем сейчас проворачивать махинацию века так значит давайте рассуждать нам понадобятся точно стрелки нам понадобится мощный стек да нам возможно понадобится пару стеков грифонов чтобы прикрыть наш отряд да или долететь до личи долететь до личи в данном случае наверное и баллисту можно взять поскольку здесь там и точно воскрешать никого не будем а лишний выстрел лишний урон не помешает да забыл это переодеться на ночь на этот раз артасом получается так получается косяк что тут скажешь всю серию держался следил за собой как не в себя но вот прокололся так ну ладно уже прокололся чушь теперь плакать ну наверное да слушайте то есть нам нужно где-то смотрите план такой мы сначала пропускаем вперед будут ходить два призрачных дракона то есть нам надо где-то закрыть наших стрелков вопрос еще какой рельеф будет ну будет плохой рельеф прижмемся к верхней стенке карты а потом наше время приходит слушайте ну да давайте пробовать автобой победил даже тут не о чем и говорить по 15 призрачных драконов 75 личи в двух стеках ну точнее 150 двух стеков по 75 в каждом занятно занятно ну да почему нет о рельеф богов просто рельеф богов вы посмотрите то что надо так как мы расставляемся сейчас еще поломают мне какие мою машины как мы будем расставляться о смотрите смотрите так и снизу двойной заслон из грифонов вот так снизу не пробьются сверху сверху могут да вырубить единичку и как-нибудь тут второй дракон ударит нет нет слушайте но у меня это устраивает это меня устраивает теперь мне нужно замедление на них накинуть и теперь мне нужно слушайте я должен убивать по идее по идее должен да 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 но арбалет понятно что убьет здесь тоже я должен убивать изумительные единичку у нас еще даже выжила так единичка ты стоишь а дракона мы обгоняем да алибарда наши ходят ну мы то есть даже без потерь здесь справляемся так что ли скорость 1 просто конечно мечта скорость 1 обалдеть ну все получается так давайте мы для проформы немножко тут по призракам еще дадим а тут можем уже вот этих призраков начать разбирать я для чего стрелял снайпером в призрачному дракону чтобы гарантированно алибарчики тут убивали их ну все все друзья мои ничести то есть стоимость пробивки вот этого гарнизона вылилась в потерю подвода с боеприпасами у фаурика кстати есть запасная если что ну изумительно можно только порадоваться но и остается преспокойно расстрелять тихоходных ходячих мертвецов да афера бывает что и оправдывает до себя было опасно на самом деле вот не было бы рельефа я да прижимался к верхней стенке но там бы мне не хватило бы скорее всего урона по личам ну в общем ладно все хорошо что хорошо кончается а в данном случае кончилось все просто замечательно в этом бою безумству храбрых поем мы песню ну и как говорит сам себя не похвалишь никто тебя не похвалит засыпал сам себя и соответственно вас различными сентенциями на тему что кто не рискует тот не пьет просроченное шампанское ну в общем слушайте но неплохо да такой гарнизон разобрать с потерей тележки на проклятой земле без потери маны ну как понятно что одно замедление выкинули ну в общем это было неплохо ну что друзья мои предлагаю на этом сегодня прерваться в принципе мы получили еще больше знания о карте пробили два серьезных гарнизона немножко у фиолетового подрезали войск что всегда приятно ну полагаю что следующие серии будут не менее интенсивными а скорее всего что и поболее ну и еще один момент думаю что в этой миссии серий будет много я думаю все это поняли вот так на всякий случай я и свою позицию по данному вопросу обозначу ну что же всем огромное спасибо кто был со мной смотрел это видео с вами был антиквар пишите обратную связь оставляйте комментарии всем удачи и до встречи в компании варкрафта во вселенной героев меча и магии 3 пока